Я даже не совсем айтишник, я математик, поэтому я расскажу с точки зрения математики и машинного интеллекта о нашем опыте внедрения этих технологий в процесс пересмотра изображений и что у нас от этого получилось. Начну я с истории. Перед вами результаты экспериментов ImageNet. Это специальный конкурс для разработчиков систем компьютерного зрения, который проводился с 2012 по 2017 год. Обратите внимание, что с 2010 по 2017 год, с 2010 и 2011 годах очень большой уровень ошибки, 25 и больше процентов. Здесь применялись технологии классического компьютерного зрения, которые многие из вас встречали в CAD-системах. В 2012 году происходит революция, революция глубокого обучения. Впервые на арену выходят нейронные сети. И за следующие 5 лет исследователи достигли уровня ошибки, который меньше, чем у человека. На это ушло всего лишь 5 лет. И в основе этой технологии лежат нейронные сети, а именно сверточные нейронные сети. И они очень простые. В их основе лежит так называемая свертка. Это поиск какого-то паттерна в наборе признаков, в изображениях. И если таких сверток собрать очень-очень много, получится глубокая сеть, которые будут способны классифицировать изображение на большое количество классов. Опираясь на эти результаты, на опыт использования компьютерного зрения в различных отраслях, мы применили этот опыт в реализации систем компьютерного зрения в медицине, а именно в КТ. В КТ грудной клетки. И мы ищем признаки рака легких. На основании нашего опыта мы разработали следующий пайплайн. Он состоит из основных блоков. Первый – это алгоритмический. Мы просто ищем легкие на указанном исследовании. После этого детектируем все узелки, которые больше 3 мм. И отдельно же отбрасываем те узелки, которые являются ложноположительными срабатываниями. Это обучаемый алгоритм на базе сверточных нейронных сетей. После этого довольно-таки сложный обучаемый алгоритм выполняет скрининг. То есть он классифицирует всю серию целиком, все исследование целиком, на наличие или отсутствие подозрений рака легкого. Мы достигли следующих результатов. Обратите внимание на рог-кривую. Здесь чувствительность, здесь единицы минус специфичность. Что, в принципе, это довольно-таки хорошие результаты, которые уже можно внедрять в повседневную практику врача. И те показатели чувствительности и специфичности, которые мы достигаем, в принципе, позволяют использовать это в ежедневной практике. Однако это все про математику и про модели, но это не ключевая проблема в отрасли. На самом деле есть три проблемы, которые мы выявили, пока разрабатывали, внедряли и опробировали технологию. Первая – это сбор и добыча данных. То есть добывать данные в медицине мало того, что тяжело. То есть есть юридические ограничения, федеральные законы, персональных данных и так далее. Ну и разметка данных сама в себе очень дорогая и неоднозначная. Об этом поговорим чуть позже. Вторая проблема – это взаимодействие между алгоритмом и врачом. Она состоит из двух основных частей. Первое – это как получать алгоритму фидбэк от врача, то есть обратную связь от врача, потому что так или иначе алгоритмы сталкиваются с ситуациями, на которых они не учились и которых прежде не видели. А во-вторых, нам нужно получить как-то единое мнение между врачом и алгоритмом, то есть получить итоговый финальный ответ. Ну и последнее – это адаптация. Про данные и про разметку данных. Перед вами протокол разметки базы данных лиц и дрей. Это в настоящий момент один из самых известных и крупнейших публично доступных датасетов, связанных с КТ легкими и раком легкого. Посмотрите, как проходил этот процесс. На первом этапе четыре радиолога независимо друг от друга просматривали эти исследования и размечали все регионы интереса. После этого происходит коллективная разметка. Эти же четыре радиолога пересматривают совместно исследования друг друга для того, чтобы сформировать итоговое решение. После этого происходит поиск ошибок сторонним аналитикам, которые не являются радиологом, он лишь ищет, в принципе, любые фактические и логические ошибки в заполнении данных, после чего происходит финализация разметки. Тем не менее, это был все еще не конец. В 2016 году прошел конкурс «Луна-2016», после которого были добавлены новые регионы интереса в эту выборку. Всего на полную разметку на текущий момент ушло почти восемь лет и четыре радиолога очень высокого класса, то есть это долгий, затратный по времени, по деньгам и по экспертизе людей процесс. Тем не менее, даже этот процесс, даже четыре радиолога, как было много раз замечено, не могут договориться между собой. Давайте посмотрим на дисперсию их оценок. Как минимум, один радиолог присвоил метку для узелкового образования больше трех миллиметров и таких нахождений 2669, а все четыре согласились всего лишь в 928 случаях. Таким образом, можно формировать разные разметки для разной степени чувствительности алгоритма, то есть варьируя ее просто выбиранием, сколько минимум радиологов должны были согласиться с данной конкретной находкой. Как мы пытаемся решить эту проблему? Мы разработали для этого свой собственный веб-вьюер, который содержит простые, удобные, понятные, привычные радиологу инструменты для анализа исследований и для их аннотаций. Помимо этого, мы используем принцип soft labeling. Радиолог не размечает исследования с нуля, он опирается на ту разметку, которая породила модель. Таким образом, ему остается лишь скорректировать те регионы, которые являются ложноположительными, и добавить пропущенные регионы, то есть тоже отрицательное срабатывание. Но помимо этого, важен вопрос взаимодействия. В рецензируемой литературе есть несколько интересных работ, на которые хотел бы я обратить ваше внимание. В 2009 году выходит исследование о влиянии КАД-систем на производительность радиологов. Исследователи взяли шесть радиологов разного уровня, от условно начинающих до профессионалов. И заметьте, что чувствительность радиолога при том же количестве ложноположительных срабатываний на серию, в принципе, повышается при использовании КАД-систем. То есть КАД-система помогает радиологу работать лучше. Более свежие исследования, связанные уже непосредственно с раком молочной железы, в марте этого года вышел препринт от исследователей Нью-Йоркской школы медицины. И они построили модель, которая позволяет классифицировать маммографическое исследование в двух проекциях на наличие или отсутствие каких-то признаков раком молочной железы. Посмотрите, слева эти же исследователи поработали с 14 радиологами, каждый из которых независимо прочитал по 720 исследований. Посмотрите на их рог-кривые в зависимости от чувствительности и специфичности. И вот усредненная рог-кривая по всем радиологам. Модель, которую построили исследователи, работает на уровне выше среднего радиолога и соответствует уровню опытного радиолога-эксперта. И более того, средний гибридный интеллект между радиологом и человеком работает на уровне этой же модели сам по себе. То есть использование технологий машинного обучения и компьютерного зрения позволяет радиологам лучше работать в задачах скрининга ракомолочной железы. По крайней мере, на тех данных, которые были собраны в данном конкретном исследовании. Здесь я немножечко остановлюсь побольше, потому что на текущий момент это самое большое исследование по количеству данных. Было проанализировано больше 200 тысяч исследований, 142 тысяч женщин. И это беспрецедентный масштаб в системах компьютерного зрения в медицине на настоящий момент. Еще интересно посмотреть на то, как работают коллективно радиологи в сравнении с моделью и коллектив радиологов и моделей. То есть посмотрите, у них очень близкие между собой показатели. Опираясь на эти исследования и на наш опыт, мы сформировали концепцию, которая называется гибридный интеллект или человек, Human AI Loop, и вот она как выглядит. Обычно разработка и внедрение систем машинного интеллекта происходит следующим образом. Собирается обучающая выборка, которая размечается экспертами в доменной области, после чего происходит обучение модели и их оценка. И в случае, если результат, который был получен, приемлем, эта модель отправляется в релиз, то есть в систему, с которой взаимодействует врач. Дальше эта система подключается к ПАКСу, забирает оттуда изображения, анализирует их и предоставляет результат радиолога. То есть здесь нет никакой обратной связи. Даже если радиолог корректирует поведение модели, модель это никак не учитывает. Мы же используем следующую парадигму. Перед тем, как результаты будут представлены радиологу в учебном, лечебном учреждении, мы определяем, необходимо ли нам отправить это исследование на просмотр радиологам. Ну, то есть если какие-то места, которые модели непонятны, если какие-то новые случаи и так далее. Если мы находим такие, то мы отправляем результаты работы модели на верификацию сторонним радиологам, который производит корректировку работы модели. Мы сохраняем этот результат себе в базу, то есть обогащаем свою обучающую выборку и готовимся обновить модель. И уже финализированные результаты отправляются в лечащую учреждение. Это позволяет решить сразу несколько проблем. Например, проблему холодного старта. То есть в тот момент, когда нам необходимо взять новую модельность, новую локализацию, то нам не нужно собирать огромные обучающие выборки. Нам нужно взять какую-то минимальную выборку, которая дает более-менее приемлемое качество и по дороге ее учить на новых кейсах, на новых случаях, собирая эту информацию практически в режиме реального времени. Помимо этого, это позволяет решить проблему адаптации уже имеющихся случаев, когда мы приходим в новые регионы, где, например, есть другие аппараты, другие алгоритмы восстановления изображений, другие стандарты, другие случаи, которые прежде не попадали в обучающие выборки, и модель с ними никогда не сталкивалась. Такая модель позволяет адаптироваться на лету к таким ситуациям. Перед вами схема того, как мы пилотируемся в регионах Российской Федерации. Мы подключаемся через специальный дайком-шлюз, который выполняет удаление персональных данных из исследований, а также выбирает необходимые исследования по заданной локализации. Этот шлюз подключается к ЦАМИ, либо к ПАКСУ в лечебном учреждении, после чего все результаты уходят в облачную платформу, где происходит анализ, а также верификация этих результатов сторонними радиологами. Ответ возвращается в лечебное учреждение, где врачи могут посмотреть результаты анализа, используя наш веб-бьюер. А теперь о результатах. Мы провели три пилота в Новгородской области. Нами было пересмотрено 120 КТ-исследований грудной клетки, и мы нашли три новых подозрения на рак легких. Это было подтверждено врачами Новгородской области. В Мурманске нами было пересмотрено 100 серий, и найдены два новых пациента с подозрениями на рак легкого. И это было точно так же подтверждено врачами Мурманской области. Одни из самых интересных результатов пилотов ЕНАУ. Нами было пересмотрено 1119 исследований 402 пациентов. Из 45 случаев, которые наша система отобрала, как содержащие подозрения на рак легкого, 21 случай был подтвержден врачами ЕНАУ. И среди них 9 новых случаев. По 9 новым пациентам было принято решение о дообследовании и направлении их соответствующего лечебного учреждения. В качестве заключения я хотел бы подчеркнуть несколько пунктов, которые, возможно, требуют дискуссии и обсуждения. Но, тем не менее, технологии машинного обучения могут стать эффективным подспорьем радиологам в скрининге рака молочной железы. И несмотря на то, что для обучения таких систем требуется колоссальный объем данных, эти данные могут быть получены с использованием технологий гибридного интеллекта «Человека в петле». Спасибо за внимание.